И си молнии отвода я вам все рассказал. Они не работают. Они более того, что они не работают. Они работают хуже обычных молнии отводов. Хуже. А в новом стандарте МЭК о них ни слова не написано. Но есть и другие молнии отводы. Вот какого сорта. Например, есть СТС молнии отводы. Эти молнии отводы вообще, вообще не генерируют ничего. На них вообще не подается никакое напряжение. Тем не менее, считается, что они своим экранирующим действием снижают электрическое поле атмосферы. И в результате этого дела они исключают удар молнии, который вот такие молнии отводы производят. Я бы считал, в какой степени они могут снижать электрическое поле, например, находясь вот над таким кораблем. Получается примерно на полтора процента. Такое снижение поля абсолютно не чувствительно. Оно не имеет никакого значения. Ну, а все-таки можно ли каким-нибудь образом проверить работу молнии отводов напрямую? Вот, и СИ молнии отводы в большом количестве фигурируют на рынке. Можно проверить их эффективность за дешевые деньги. Оказывается, элементарно. Смотрите, каким образом. Изготовители этих молнии отводов уверяют, что их зона защиты примерно в пять раз больше, чем у обычных молнии отводов. Это значит, и радиус стягивания этих молнии будет примерно раз в пять больше, чем у обычных молнии отводов. Обычно считают, и это принято во всем мире, что стержневой молнии отвод стягивает на себя молнии с радиуса, равного трем своим высотам. Ну, если у вас молнии отвод высотой в пятьдесят метров, значит, он стягивает молнии с радиуса в сто пятьдесят метров. Но активный молнии отвод, так уверяют изготовители, стягивает молнии с расстояния в пять раз больше, значит, это уже будет не сто пятьдесят метров, а это будет примерно семьсот пятьдесят метров. И вот тогда получается такая вещь, что если я поставлю на такой молнии отвод счетчик, просто учитывая удар в молнии, который стоит две копейки с половиной, то я увижу, какое количество молний попадет в такой молнии отвод. Например, если у меня высота молнии отвода 20 метров, и он обыкновенный, то в него попадет примерно один удар молнии за 20-30 лет эксплуатации. А если я буду считать, что это активный молнии отвод, то в него попадет удар молнии примерно каждый год. Получить разницу один удар молнии в 20-30 лет и один удар молнии ежегодно, для этого большого количества таких объектов не надо. Достаточно поставить десяток таких молнии отводов, чтобы убедиться в разнице их действия. Легко и просто, но не нужно абсолютно тем, кто продает активные молнии отводы. Им этого не надо. Они этого и не делают, и делать не собираются. Есть еще один момент, на который очень хочется обратить внимание. Сейчас я вам покажу этот слайд. Вот о чем идет речь. Есть международная комиссия по большим электрическим сетям, которая называется СИГРЭ. Эта комиссия в 2013 году провела большую работу. Она собрала все фактические данные по молнии. И вот эти данные она обобщила и представила в виде доклада. Причем она представляла только те данные, которые не вызывают ни малейших сомнений. То есть, если, например, запись итогов, то только осциллографические, а не каким косвенным методом. Вот в этом докладе СИГРЭ написано, что примерно 85% отрицательных молний, а на территории Российской Федерации 90% молний, а не отрицательные, являются многокомпонентными. Это значит, в одной молниевой вспышке есть 5-6 в среднем ударов молнии. А максимальное количество таких ударов доходит до 30. Пауза между этими ударами примерно 70-80 миллисекунд. И суть дела заключается в том, что примерно половина вот этих вспышек не повторяют канал первой вспышки. Они идут по своим траекториям. И с позиции молниезащиты вот эти многокомпонентные молнии надо рассматривать как самостоятельные молнии. И они должны, эти молнии, защищаться каждой в отдельности. Потому что каждая такая молния идет по своей траектории. И вот нужно, чтобы активный молнии отвод успел перезарядиться и сработать за время 70-80 миллисекунд. Сделать устройство с такой частотой срабатывания практически невозможно. Поэтому если бы даже кто-то сделал активный молнии отвод размером в два письменных стола и установил его, такой молнии отвод все равно работать не смог бы. Не смог бы по той причине, что первую эту молнию он бы перехватил, а вот к последующим компонентам был не готов. Вот в компонентных молниях создатели активных молнии отводов даже не упоминают.